Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Выбираем здоровье». И сегодня в студии у нас врач высшей категории, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Михаил Павлович Кусень. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Марина Викторовна! Михаил Павлович, более 30 лет назад в Магнитогорске было создано отделение сосудистой хирургии. Немножечко об истории отделения расскажите, пожалуйста, почему вдруг оно появилось? В 1985 году создано отделение 4 февраля 1985 года на базе медсанчасти совместно с директорами комбината Иван Харькович Рамазан и Владимир Владимирович Радюкевич. Они все-таки приняли решение о создании сосудистого отделения, то есть отделения по лечению заболевания сосудов. Умные люди все-таки решили, что это будет перспективно очень для нашего города. И, как ни странно, Министерство здравоохранения в те годы вообще запрещало создавать отделение на базе городов необластного значения. Поэтому нас не признавали несколько лет именно Министерство, потому что такого отделения вообще в принципе не должно было быть. Ну а мы, в общем-то, работали, продолжали работать. И, ну, в последующем уже все сейчас. То есть мы являемся центром, центром одним из 153 центров сосудистых отделений по стране. В начале работы отделения ни ниток не было, ничего. Вы рассказывали забавную историю. Поделитесь ее с телезрителями. Да, это было нитки. Были, в общем-то, венгерские нитки, очень толстые по диаметру, которыми очень довольно сложно тушить тонкие сосуды. Поэтому вот Вадим Валентинович, он, кстати, придумал, он любил эти вот вещи придумывать всякие такие интересные. Да, при помощи сверла, дентального сверла просверливали дырочку в этой иголочке, вставляли туда при помощи клея обычного момента, приклеивали туда леску, японскую леску. И один раз можно было этой ниткой анастомос наложить. Да, и был же еще казуистический случай, вернее, смешной такой, когда поехали учиться в Москву, в Институт Вишневского. Взяли с собой набор эмаль-посуды, которая была очень популярна в стране, но делали ее только на комбинате. И поэтому набор эмаль-посуды поменяли на целую коробку ниток фирменных, эти кон, там, в общем, нитки, которые, в общем, сейчас вот мы ими даже шьем. На заре развития сосудистой хирургии в Челябинской области, в Магнитогорске, вспоминает Михаил Кусень, хирургический инструментарий был далек от совершенства. В отделении сосудистой хирургии даже хранится небольшая коллекция ретро-инструментов. Есть и экземпляры, изготовленные самими хирургами. В те далекие годы делали ангиографию, рентген сосудов, такой иглой, игла для транслимбальной аортографии. То есть через спину прокалывалась аорта и вводился контраст. Ну, это очень такая процедура, довольно болезненная, тяжелая. Это так называемый сшивающий аппарат профессора Кушаковского, был заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Челябинского медицинского института. В бригаде с Юрием Ивановичем Малышевым, с Фокином Анатольевичем, с Андреевским Игорем Качевым, они приезжали и нас обучали. И он привез свой сшивающий аппарат, который, ну, сделал пустарным способом. Среди коллекционных экземпляров и обычная детская резиновая игрушка. Это использовалось во время операции на сосудах, питающих головной мозг. В те годы операции делались под проводниковой анестезией, то есть, ну, с использованием просто локального обезболивания вместо операции. Человек был в сознании, и чтобы нам определить, достаточно кровообращения мозга или недостаточно, использовалась вот эта игрушка. То есть человека просили рукой сжать эту игрушку. Если у него сила в руке есть, то, ну, все нормально, мы продолжаем оперировать. Если он не в состоянии сдавить, тогда, значит, не хватает кислорода тканям мозга, ну, предпринимаются разные там, в общем, вещи. Это же не мы придумали. Это все челябинцы, они тоже активно оперировали под проводниковой анестезией в Европе тоже. Ну, у всех по-разному. Но вот так вот в России вот эта вот вещь прижилась, вот эта игрушка. Чем сейчас занимается отделение, каковы основные направления деятельности? Ведь вы уже почти 20 лет заведующий отделением, третий заведующий. Мы занимаемся лечением больных, включая не только город Магнитогорск, но и прилегающие районы. Ну, довольно много. И в Башкирию, кстати, тоже попадают люди с патологией сосудов, то есть артерии преимущественно, и патологии венозной системы. Экстренная, плановая помощь, то есть вот, ну, все, что связано с заболеваниями сосудов, все это получают люди лечения в нашем отделении. Работа хирурга-ангиолога ювелирна. Диаметр самого крупного кровеносного сосуда человеческого тела, аорты, 25-30 миллиметров, не говоря уже об остальных. Задача сосудистого хирурга в ходе операции – вручную, специальными тончайшими иглами и нитями сшить края сосуда. Или, говоря медицинским языком, наложить анастомоз. Особое место в работе сосудистых хирургов занимает лечение пациентов с тяжелыми осложнениями сахарного диабета. Ангиохирурги больницы совместно со специалистами отделения гнойной хирургии спасли от ампутации ног не один десяток пациентов. За последние два года их проведено около 90. Когда проведена дилетация и восстановлено кровообращение дистального русла конечности. То есть кровоток восстановлен, то есть пациенты были избавлены от необходимости потери конечности. Сосудистые хирурги, ну вот есть такое сравнение с Богом. Так вот, я думаю, что они близкие к этому. Конечно, то, что порой тончайший сосуд может решить судьбу человека. Ежегодно в центральной медико-санитарной части выполняется около тысячи оперативных вмешательств на сосудах. Более половины из них – эндоваскулярные операции. Это совершенно иной уровень, это высокий уровень. И то, что мы на сегодняшний день имеем две ангиографические установки, две рентгеноперационные, то есть это просто чудо. То есть я думаю, что это заслуга Марьины Викторовны и тех людей, которые помогли все это организовать и купить оборотов. Новый ангиограф, запущенный в работу в центральной медико-санитарной части в 2014 году, расширил возможности ангиологов и в отношении оказания помощи больным с осложнениями сахарного диабета. В большом сожалению, кроме нас, больных с сахарным диабетом, по-настоящему так адекватно помочь при наличии некрозов на стопе это никто не может. Это нам открывает. Мы уже этим занимаемся в течение 3-5 лет, но сейчас это позволяет нам делать еще шире, больше доступнее. В сентябре 2014 года хирурги центральной медико-санитарной части выполнили операцию, подобных которой за всю историю развития отечественной медицины были единицы. Пришили 57-летнему мужчине ногу, полностью оторванную выше колена в результате производственной травмы. Лучшие доктора больницы, настоящие медицинские звезды, во главе с хирургом-ангиологом Михаилом Кусенем, травматологом-ортопедом Николаем Дегтяревым более 4-х часов спасали ногу пациенту. Собирали кости, скрепляя их с помощью металлоконструкции, сшивали кровеносные сосуды, нервы, ткани. Полтора года спустя после этой уникальной операции Павел Волосский самостоятельно ходит, опираясь на трость. У него появились движения в коленном суставе, в голеностопном суставе, появилась чувствительность кожная в реплантированной конечности. Я думаю, что тот пример, когда была пришита нога пациенту Воловскому, сохранена нога, и я считаю, что тут, конечно, заслуга в первую очередь не только травматологов, но и хирургов, потому что они через 40 минут восстановили кровообращение. То есть это высший пилотаж. Своих спасителей, докторов медсанчасти, вернувших ему возможность ходить, Павел Волосский теперь считает родными людьми. Считаю своими братьями и сёстрами, спасли меня. Я вообще не знал, что будет. Ну всё. А вот так вот. Я вообще это настоящие братья и сёстры. И всё. Иллюда. В настоящее время в медсанчасти в отделении хирургии сосудов работают трое ангиологов. Нехватка кадров, увы, не обошла и эту службу. Я ученик только этой школы. Ну, понятно, ездили на специализации. То есть там Москва, Челябинск, на съездах мы бываем. А вот я первый ученик, который остался здесь. То есть были ещё ученики, а вот я один-единственный продолжатель. Ежегодно сосудистые хирурги выполняют около 500 операций, спасая жизнь и здоровье своих пациентов. В какие категории пациентов является группа риской для того, чтобы попадать к вам? Ну вот, атеросклероз – это как причина этих заболеваний, как правило, атеросклероз. Ну тут, к сожалению, не до конца решена эта проблема в мире. А вот что касается факторов риска, это, конечно, на первом месте стоит курение. Пол мужской, как правило. И интересно, кстати, вот наше наблюдение за много лет. Ну, болезнь не женская считается всё-таки, атеросклероз. Но вот сколько женщин, ну это процент, может, 2-3 процента за всё время прооперировали женщин. И вот эти женщины все курили. Вот это прямая связь с курением уже доказана. Ваши технологии дорогостоящие? Ну, в общем, да, конечно. Вообще сосудистая хирургия, она очень такая затратная. Затратная хирургия, потому что используется синтетически. Всё это, во-первых, импорт, да, практически, за исключением там, ну, может быть, вот сейчас части протезов российского производства. А вот все расходники, катетеры – всё это импорт. Естественно, сейчас, тем более, вообще это всё очень дорого. Сосудистые хирурги Центральной медико-санитарной части в настоящее время устанавливают пациентам только импортные высококачественные протезы вены и артерий, выполненные из специальных материалов, покрытых антисептиками, серебром, для предупреждения возможности возникновения внутренних инфекций и нагноений. Это, в общем-то, одно из последних поколений. Протезы из поли-тетрафтораэтилена, они не пропускают кровь практически, покрытые изнутри углеродом, для того, чтобы не формировались тромбы внутри протеза. Самое главное, что сами пациенты за операции по протезированию сосудов не платят. Закупка импортных расходников для сосудистой хирургии обеспечивается средствами Фонда обязательного медицинского страхования. Мы говорим про кризис, но этот год весь люди вообще бесплатно получили средств Фонда обязательного медицинского страхования. Хотя вот несколько лет назад каждый пациент, ну за исключением комбината, каждый пациент шел, оплачивал стенд, этот сам стенд, потому что не было возможности. Ведь это дорого, этот дом. Сколько стоит стенд? Ну в среднем 40-50 тысяч. А сейчас все это оплачивается Фондом обязательного медицинского страхования, для пациентов все бесплатно? Все бесплатно, совершенно. Как часто случаются ампутации конечностей? Что это за категория пациентов? И может быть следует врачам первичного звена максимально рассказывать об возможных осложнениях? Все-таки что это за люди, что это за пласт пациентов, которым бы тоже хотелось помочь и предотворить ампутации? Да, да. К сожалению, ну да. Но вот у нас ежегодно где-то в нашем отделении 10, 11, 12 ампутаций в год. Это нормальные с сахарным, страдающие с сахарным диабетом? Как правильно. Ну не всегда. У нас же видите еще какая ситуация. То есть, мне кажется, тоже вот удачно очень созданная еще структура, гнойное отделение. В медсанчасти? Да, в медсанчасти в нашей. И вот часть пациентов, которые вот с инфекцией, ну есть такое понятие хроническая критическая ишемия конечностей. То есть люди ходят длительно с существующими некрозами на пальцах, ну вроде его так, он перевязки делает, не беспокоит, но он ходит, ну до поры до времени. Потом, когда уже родственники начинают, в общем, стучать в двери, то есть он попадает к специалистам. И вот такие больные, они лежат, естественно, вот на нашей базе, на нашей больнице, создано гнойное отделение. Они там лежат. Мы им всем делаем ангиографию совместно вот с этими, с нашими ангиографистами, со специалистами гнойной хирургии. Практически все больные с сахарным диабетом, но количество ампутаций по сахарному диабету значительно уменьшилось. Какие рекомендации по питанию пациентам Вы можете дать по необходимости приема препаратов, страдающим заболеваниями периферических артерий? Прежде всего, это следить за лишним весом. Уровень холестерина, если кому это интересно, допустим, люди могут смотреть, то есть смотреть обязательно. Давление, артериальное давление очень важно. То есть конкретно смотреть, чтобы как можно раньше начинать принимать препараты, регулирующие уровень артериального давления. Ну а питание, естественно, жирную пищу, богатую жирами, углеводами, это все нужно исключать, конечно. В профилактике и лечении заболеваний сосудов одним из главных пунктов является правильное питание. Обязательные компоненты меню – свежие овощи и фрукты, особенно цитрусовые, а также смородина, клюкова, яблоки, капуста. Кровеносные сосуды реагируют на содержание калия в рационе, которое можно регулировать, употребляя сухофрукты, свежую зелень, картофель. В меню человека, следящего за состоянием сердечно-сосудистой системы, обязательно должны входить овсяные и гречневые крупы, орехи, ржаной хлеб, рыба, нежирное мясо. А вот жирное и копченое мясо, сало, жареная пища, алкоголь – под строгим табу. Ограничивается также употребление соли, сахара, солений, острых кислых блюд, жирных десертов. Активный образ жизни, естественно, тут спортом заниматься. То есть это те общие рекомендации, которые Всемирная организация здравоохранения дает по образу жизни. И вот в вашей профессии они четко, совершенно увязаны с состоянием здоровья, с качеством жизни. Вы рассказываете в основном о проблемах, связанных с поражением артерии. Есть же еще другая сеть, сосудистая венозная сеть, флебология, целая наука. Целая наука, отдельный раздел. Чем занимаетесь вы по оказанию помощи этой категории? Мы оперируем классическую веноктомию, производим из микроразрезов. В общем, это все довольно безопасно и безболезненно, эстетично. Достаточно сказать, что человек сейчас после операции, ну, два дня в отделении у нас находится, один день после операции, то есть он два-три дня. То есть это, в общем-то, те же сроки, как и при высокотехнологичных методиках, там радиочастотная абляция или там лазерное удаление вен. Что касается веноктомии, ну, в общем-то, люди идут с удовольствием. У нас очередь, правда, небольшая есть, но существует там пару месяцев. Ну, это все делается бесплатно, я не знаю, для жителей Магнитогорска. Варикозным расширением вен в той или иной степени, по данным разных авторов, страдает более половины женского населения развитых стран. Подвержены недугу и мужчины, правда, в меньшей степени. Опасен варикоз не только нарушением кровотока, но и риском возникновения на его фоне тромбофлебита, воспаления внутренних стенок вены, ведущего к образованию тромба. Тромб, разрастаясь, может полностью перекрыть просвет сосуда. Оторвавшийся от стенки вены тромб, попадая в кровяное русло, создает риск возникновения опасного для жизни заболевания – тромбоэмболии легочной артерии. Компрессионный трикотаж, компрессионные методики вы используете? Рекомендации даете? Ну, это все есть, да, конечно. Сейчас современный трикотаж, тут нужно подбирать конкретно, индивидуально под каждого пациента. Те, кто не хотят оперироваться, пользуются трикотажем, в общем-то… А венатоники, препараты тоже существуют? Да, венатоники. Я знаю, что в рамках консультативно-диагностического центра, который сейчас в медсанчасти открыт для жителей Йога Челябинской области, вы консультируете пациентов при направлении к вам от лечебного учреждения. Причем прием ведут три доктора, и попасть на прием к сосудистому хирургу на сегодня проблемы никакой нет. Да, вот что касается вот по этой программе, сейчас новые клинико-диагностические центры, то по восемь, то есть на прием приходят по восемь, по десять человек в день. Если учитывать, что мы четыре дня в неделю принимаем, ну, это привличное количество пациентов. Да, то есть вот… И решение принимаете по тактике? И мы именно принимаем, вот хочется еще сказать, что мы-то принимаем решение по тактике, по лечению больных. То есть человек получает не просто консультацию, но еще и… Решение, что дальше делать. Да, дальнейшая тактика его, в общем-то, лечения. И не только тактика, но и исполнение этой тактики. Да, исполнение, исполнение, конечно. Спасибо вам большое, Михаил Павлович, за интервью, за встречу, за рекомендации для наших горожан. До новых встреч. Спасибо, Марина Ильбина. Уважаемые телезрители, Всемирная организация здравоохранения не случайно определила сердечно-сосудистые заболевания как очень важное направление в снижении бремени болезней. И более того, определены те точки, которые во многом определяют уровень заболеваемости сердечно-сосудистой патологии. Это курение, это гипергликемия, это ожирение, это неподвижный образ жизни. И если мы вместе с вами, и каждый из нас для себя и членов семьи организует правильное питание, перестанет курить, начнет двигаться, вести активный образ жизни, то во многом мы снизим риски сердечных осложнений, сосудистых осложнений, и будем вместе все жить долго и счастливо. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. До свидания. Лично я выбираю здоровье. Я выбираю здоровье. Я выбираю здоровье. Мы выбираем здоровье! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова